это короткое видео будет посвящено одной из основных проблем с которой люди звонят на консультации или обращаются вот смотрите где денег нет вот денег нет их мало их не хватает если вот эту тему обобщить то все сводится к очень простым двум вещам или ты не проявляешь необходимой активности в жизни или в какой-то душе в твоей душе есть какая-то энергетическая дыра дыра в которую утекает твои силы и внимание так что на зарабатывание денег на их получение на их легкое обретение у тебя возможности просто и сил нет первый момент для того чтобы деньги приходили нужна определенная активность мы живем в эпоху интернета я вижу как прекрасно люди которые имеют какой-то дар способность компьютерную там астрологическую может быть психологическую может быть человек там плетет делает конфеты домашним образом или плетет какие-то красивые штучки из бисера вот ну вроде никому не нужны но ты представляешь свою работу люди находят тебя звонят пишут и у тебя есть источник дохода так не слышу оператор вот оператор есть прекрасный у которого есть знание английского языка если оператор просто ходит и знает английский язык и может преподавать но нигде не придяйте на рынке услуг сейчас интернет есть друзья это же такое подспорено все то никто и не узнает что у него и способности желание обучать может быть лично может по скайпу и тогда и второй момент почему денег да и каждый из нас имеет какие-то навыки способности знаний которыми он готов делиться но люди сами не придут к тебе не скажет ой лёша там или оля или там николай петрович что чем-то таким владеешь чтобы у тебя можно взять потому что предложений очень много рынок предложениями перенасыщен и второй момент в твоей душе есть дыра в твоей я говорю фигуральному человек который недели это какая-то мысль переживание или человек зацикленность на человеке который выедает твой мозг который лишает тебя спокойствие внимание чувство какого-то ну чувство способность сконцентрироваться чтобы направить внимание на текущие задачи связаны с финансовым обеспечением себя и возможно своей семьей но если этот человек выедает тебе мозг если эти страдания какие-то переживания вот эта вся хренатень связанная с любовными моментами ведь вы знаете прекрасно что когда человек влюбляется и это нормально на определенном этапе он теряет свои навыки способности бизнес даже падает потому что он весь увлечен конкретно женщина или конкретно мужчина это неважно это сейчас не играет никакого но если этот человек твоя жена или твой муж то понимаете психическая энергия наша она не бесконечна наконечна есть люди с большой энергии с малой но она нуждается в восстановлении если все все свое переживание внимание ты направлен только на направил только на то как бы она там не отказала как бы она меня там не бросила как бы он например там опять не пришел пьяным вот это свой созависимый то конечно твои профессиональные навыки твое желание вкладываться в учеников клиентов оно падает однозначно поэтому посмотри где дыры в твоей жизни кто выедает тебе мозг я верю что конструктивная любовь она вдохновляет приносить в семью больше денег мужчина очень много может когда знает что женщина не будет травить его недовольствием претензиям сравниванием с кем-то и с бесконечными амбициями особенно когда какое-то дело проседали особенно когда сейчас вот например там дорогая денег маловато но если она верит ждет вдохновляет нормально потому что ради этой любви можно заработать больше денег вот поэтому но и да если если конструктивные отношения если не конструктивные если это полный трэш если это как фильме миссис и мистер и миссис смит то вообще ну как сказать полная опустошенность полная обессмысленность то есть вот я недавно знаю знаю одного человека у которого очень большой врачебный прием а жена сидит дома с ребенка и вот представь себе вот он приходит домой она говорит ой как я устала я прямо целый день уже не выхожу из комнаты не совершаю ошибку вот я здесь сижу прямо целыми днями поиграй с ребенка повози с ним а ты приготовишь ужин ну слушайте я пришел с работы я зарабатываю деньги ты целыми днями здесь женщину эту понять можно она любит заниматься творчеством у нее есть какие-то свои приоритеты но извините я зарабатываю деньги я приношу и сюда а ты как поступаешь ты говоришь что то есть вместо того чтобы быть любящей женой который обижает я еще должен раб вторую смену отрабатываю которая уважает и которая ценит я слово обижают ошибочно сказал если приходит жена то есть приходит муж домой и жена находится в состоянии дефицита претензий то он первую смену отработал на работу на работе ну слушайте то что это за такие или жена постоянно ноет что денег нет денег мало этого не хватает и все как он поднимется как он развернется у мужчины самый большой страх это потерять жену она уйдет от меня или уйдет более богатому какому-то состоятельному что это за такой страх то нездоровый друзья это просто хрень какая-то поэтому посмотри два пункта только первый это уровень твоей активности и предъявленности твоих даров и талантов в этот мир так а второе это посмотри где дыра где ты сливаешь свою энергию некоторые мужики сливают на беспорядочный секс некоторые сливают еще на какую-то нервотрепку даже в рамках семьи и потом мужчина утром просыпается идет на работу как робот но он знает что дома его ожидает нервотрепка что же не который сидит дома эмоции недостаточные она будет у тебя забирать если эмоции через любовь закончились то тогда идет потребление эмоций через скандал поэтому по закрывайте все свои дыры друзья мне кажется это единственное решение по закрывайте дыры и проявите проактивность знаете еще такая штука третий пункт вот сейчас он только то что пришел голову искать виноватых в том что у меня нет денег в том что у меня низ невысокий экономический уровень невысокий уровень доход и конечно смотри да путин виноват трамп виноват кто там еще виноват пенсионная реформа виновата то есть какие-то гипотетические просто-напросто существа да и вот пока ты качаешь ненависть в эту дыру и знаешь кто виноват что тебе плохо тебе придется выживать ты не сможешь реально заработать необходимую сумму денег твои проекты будут стоять твои проекты будут висеть поэтому дорогие мои я вас очень прошу пожалуйста по закрывайте дыры как угодно и пожалуйста проявите проактивность это означает что такое проактивность это когда я начинаю сам предъявляться позакрывайте дыры проявите проактивность и финансы будут потому что каждый из нас какими-то дарами способностями поддерживать служить помогать продавать в конце концов обладает понимаете супружеской жизни да я не имею права претендовать на то что я эксперт нет ни разу живут намекнули на это но простую вещь я могу сказать вот человек рядом с тобой это проблема или решение если человек который рядом с тобой переругал тебя пересорил сам того явно не говоря с твоими друзьями с твоими родственниками с людьми которые дороги тебе чтобы замкнуть тебя на себя этот человек проблема когда он тебя съест полностью ты окажешься не нужно или не нужно или человек решение с которым приходит вдохновение желание раскрываться желание что-то сделать не только внутри семьи но и для мира желание что-то новое открыть желание чему-то новому научиться энергии прибывает и любого и скажу еще так чтобы меня не считали в этом плане каким-то жена не жена ненавистником или что-то в этом плане вы сами мужики очень часто своих женщин ставите на роль каких-то богинь и потом напрягаете женщина может вполне не ним обвинь амбициозничать не требовать чего-то сверхъестественного от вас вы сами ее возвеличиваете в своей голове ставите на какую-то недосягаемую ролевую позицию и потом вы начинаете планомерно делать дыры в своей душе и разрушать свою жизнь и свое будущее и свое предназначение понимаете вот все прекрасные художественные фильмы вот сегодня мы посмотрели прекрасный фильм я могу лишь представить или в оригинале I can only imagine я могу лишь представить вот понимаете вот смотрите человек занимается своей миссией своим предназначением и он на каком-то этапе ссорится с девушкой он говорит я на самом деле не люблю тебя вот потому что его природно реализовать свое предназначение в конечном итоге он поет песню которая становится хитом очень известна и потом девушка женщина приходит понимаете какая девушка приходит когда он спел свою песню когда он стал на подлинном центре но если ты движением на свою вершину мужчина да ты вроде двигался двигался потом бабах уже даже поднялся и такой весь у себя прекрасный альпинист увидел девушку застрял с ней ты оставил свою вершину и когда женщина девушка тебя отожмет по полной ты станешь и не интересен ты был интересен когда двигался и она придет тебе туда на вершину тоже и скажут ее любимый единственные возлюблены но не обесценивая себя понимаешь не стань человеком который жертвует собой во имя другого человека потому что пожертвовавший собой во имя другого человека в какой-то момент теряет ценность для этого самого другого который пожертвует и вот мы с одним моим знакомым другом смотрели много много фильмов много много фильмов когда эта идея, очень верная идея преподана художественными средствами понимаете? но одно дело смотреть фильмы, читать книги смотреть бесконечные видео по успешности, другое дело проходить самому, вот залип человек и все и вот сейчас разрушается очень хорошее дело которое этот человек реально осуществлял он говорит, ради семьи я должен позаботиться я должен уйти и сделать чтобы только семья была довольна так ты этой женщине нравился, когда ты в деле был когда ты миссию нашел когда ты ценность свою проявлял сейчас все эти силы ты бросишь на услуживание этой женщине и что ты получишь в конечном итоге что ты получишь ты получишь ноль потому что ты обесценивал себя в пользу другого с женщинами происходит та же вещь они обесценивают себя лично ради другого человека и потом зависают но я же его любила я же так его любила нет, каждый прежде всего ценность для себя самого переставая быть ценностью для себя мы теряем ценность в глазах окружающих людей мы становимся маленькими но нередко мы проецируем на них на окружающий мир на них проецируем вернее роль того что они якобы требуют хотя иногда требуют но мы проецируем что они всегда требуют а потом таким образом мы становимся не ценными для них же и для всего мира миссия женщины ну стать прежде всего ценной внутри семьи а потом если излишек энергии останется то и за пределами семьи миссия мужчины прежде всего реализоваться в своем служении в своей миссии в своем предназначении и тогда женщина которая увидит эту красоту она притянется понимаете вот здесь очень четко нужно понимать эти вещи и деньги я скажу вам честно это реальный показатель ценности твоей в этом мире не нравится это место ищи другое не нравится другое место ищи третье но финансы это показатель твоей ценности сколько ты в мир отдаешь услуг внимания знаний столько тебе и возвращается в денежном эквиваленте и в смелости заявиться предъявить себя в этой ценности другим людям я это говорю с переживанием и с глубокой боли потому что я вижу как люди обесценивают себя я вижу эти дыры в душах и в рамках например консультирования я могу лично человеку указать в обычной жизни это указать ну какое-то нарушение понимаете ну как нескромно там сказать я вижу у тебя в душе дыру да кто-то такой и тогда может привести к конфликту внутри консультирования я эту дыру вижу и на ней указываю невзаимная любовь такая же дыра поэтому расставаться сразу не ждать вынос мозга такая же дыра поэтому попытаться договориться если человек не договороспособен расставаться конкретно расставаться цените себя любите себя вы самое дорогое что у вас есть вы рождаетесь один ну может кто-то близнецовый рождается но любой близнец тоже проходит жизнь самостоятельно вы и умираете один уходите из жизни один позаботьтесь о себе но я к вам такая сегодняшняя просьба просто не просьба а мольба вот у меня здесь в сердце болит когда я вижу как люди себя обесценивают дезориентируются и теряют себя и еще в конце скажу это тоже про финансы есть два типа мышления человек трындец и человек решения человек трындец это который говорит все плохо все плохо все плохо все плохо все плохо человек решения адекватен он видит проблему но он говорит он мозгует над решением и предлагает вариант решения если рядом с вами человек трындец вы вымотаете свою нервную систему ляжете с нервным истощением и может быть заработаешь еще кучу всякой фигни сразу смотрите человек если человек проблема вам надо расставаться туда сколько не убухивай там дыра люди я как душепопечитель с многолетним стажем уже скоро три десятка лет когда я занимаюсь практическим активным душепопечением люди почти не меняются ваши такие ожидания что кто-то будет вдруг изменится кто-то найдет счастье в себе нет счастье в себе можете найти только вы если вы его не найдете вы будете человеком проблема проблема из-за которого нужно будет позаботиться решить где ему квартиру снимать на что ему жить где у него будет дополнительный какой-то источник дохода как сделать чтобы его другие любили вот но он даже эти вопросы не будет задавать он будет просто говорить все плохо все плохо а вы будете лечить свой мир через то что ну хоть одному человеку сделать хорошо отвечать на запрос говорить в чем можно улучшить что-то сделать получше только когда человек очень вас сильно попросит и ну как вариант заплатит вам за это денег потому что если вы человек решение вы знаете как решать если человек не платит если человек только ноет вы погружаетесь в пучину его проблемности и потом вам надо чинить свои мозги потому что чтобы понять человека нужно отзеркалить его логику и эти как сказать обломки больной психики они остаются у нас если хотите пришлю ссылочку по статистике каждый главный психиатр Москвы каждый пятый человек в нашей стране имеет психическое отклонение расстройство или болезнь мы живем в больном мире это еще усиливается ситуация тем что на нас валится шквал информации мы важного срочного интересного глубокого неглубокого не умеем отличать мы хаваем все мы просто съедаемся поэтому мы находимся психически небезопасно позаботьтесь о себе если у вас все сложилось и вы хотите чтобы рядом была женщина или рядом был мужчина позаботьтесь о том что это человек который умеет жизненные задачки решать а не выводит это все на уровень трудности неразрешимости нерешенности в эту дуру сколько не убухивает толку не будет потому что человек решение даже если чего-то не получается у него он задает вопросы более мудрым людям он готов им платить за ответы он готов даже если это не про деньги то бесплатно но как бы давать бесплатно то давать хотя бы уважение благодарность люди проблемные не будут благодарить вас люди проблемные не будут использовать те рекомендации советов которые вы вложите они будут приходить снова и снова чтобы выносить вам мозг ну знаете я обычно по-доброму говорю а сегодня по-злому но честно вот и вне зависимости от того в какое время суток вы смотрите это видео спокойной ночи хорошего дня и приятных маршрутов в этом прекрасном путешествии квесте под названием жизнь